Всем привет! С вами, как всегда, Кевшин Александр. Вы находитесь на канале Good Idea. И в данный момент мы немножко необычно начинаем наш новый выпуск сразу с вот такой панорамой того, что происходит из окна одного из объектов, на которых мы, само собой, будем делать дизайн-проект. Так вот, находимся мы с вами в ЖК Теренки, что на улице Заболотного, 15. Застройщиком данного комплекса является Интергал Буд. В Интергале у нас сейчас, в принципе, есть всего лишь два объекта. Это объект на Нивках, ЖК Нивки Парк, и объект, который находится на Воскресенке, это ЖК Парковые озера. Вы можете найти немножечко видео, посмотреть их можно здесь и здесь, но сейчас немножко пройдемся по тому, что у нас есть в этой квартире. Это трехкомнатная квартира, довольно-таки с удобной и удачной планировкой. В этом плане Интергал в большинстве своем старается. Есть, конечно, и безобразные планировки, но в 90% случаев все у них с этим окей. Вид из окна открывается на очередную очередь данного ЖК. Всего в этом комплексе будет находиться пять домов. Некоторые из них односекционные, некоторые многосекционные. Ну, по-моему, там 4-5 секций. Ну и всего в этом комплексе будет около 2000 квартир или наподобие того. По этажности, как вы можете заметить, вот там у нас уже крайний этаж. Это 25-й, 25 этажей в каждом доме, в каждой секции. Мультиэтажности здесь нет. Ну и двухуровневых квартир здесь также не наблюдается. Есть однушки, двушки, трешки. Средний ценник за квадратный метр здесь находится в районе от 19,5 до 31 тысячи. Как всегда, все это зависит от нескольких факторов. Этажность, площадь квартиры и степень готовности дома, то есть срок сдачи. Если это уже сданный дом, то, само собой, что ценник максимально большой. Если дом построится через воде полтора, то ценник максимально низкий. Что мы еще видим из окна? В принципе, если посмотреть вот туда, то, хорошо присмотревшись, видно старенькие домики жилмассива Теремки. Все это находится в непосредственной близости от таких метро, как Теремки, ипподром, выставковый центр. В принципе, как гласит нам Лун Юэй, до двух из этих станций где-то 5 минут езды на машине и до еще одной около 10 минут на машине. С этой стороны к комплексу подходит территория парковой зоны. Это парк ВДНХ. В принципе, это классно, потому что комплекс практически находится частично в такой зеленой зоне. Хотя с другой стороны находится большая автомагистраль, ДЭСК, трасса. Ну, скажем так, в часы пик выехать отсюда сейчас не составляет прям уж огромной сложности. Но все же некоторые проблемы, как и во всех других местах Киева, здесь возникают и возникают периодически и регулярно. Особенно, если учесть тот фактор, что вокруг строится еще огромное количество всяких комплексов, типа ЖК Республика, ЖК Метрополис, ЖК Крештарелли Джерелла. Когда все это заселится, то будет коллапс, как и везде. Как уже говорил ранее, никто не думает о том, как расширить дороги, как построить эстакады. Все лишь думают, как срубить бабла. В общем, главное, чтобы те дома, которые застройщики гонят, они догоняли до своего логического завершения. По технологии строительства, как вы можете увидеть на видео, у нас есть монолитный каркас и заполнение стен газобетоном и кирпичом. В принципе, все внутренние перегородки в данном комплексе выполнены из газобетона. Сейчас мы пойдем с вами по квартире и постараюсь вам показать это воочию. Также есть некоторые перегородки, которые делаются из кирпича. Это вот такие выносные балконы, как вы видите за окном. Ну и это стены санузлов, мокрых зон, которые также выполнены из кирпича. И перегородки там являются самонесущими. Кстати, что здесь строится внизу, не нашел никакой информации. Постараюсь спросить у заказчиков, может быть, они дадут какой-то ответ. Кстати, пока смотрим из окошка, из приятного. Здесь думают о внешнем виде фасадов. И, как и в других комплексах от данного застройщика, здесь установлены вот такие корзины под кондиционеры. Ну и еще одна деталь, которую я, в принципе, никогда не освещал в своих обзорах, это состояние окон снаружи. Немаловажным фактором является то, при приемке квартиры, а сейчас мы как раз вспомогаем заказчикам с этим делом, как выглядят ваши окна снаружи. Потому что сейчас очень хорошо видно на видео, что окна просто засраты, поцарапаны и так далее. Еще во многом застройщик не снимает вот такую вот пленочку, вот такую вот защитную. А вот, вот наружная часть окна. Если ее не снять с окна вовремя, то потом вам придется потратить лишние деньги на клининг или лишний день на то, чтобы просто отодрать вот это все со своей оконной рамой, ввиду того, что на солнце эта пленка просто жесточайше влипает в профиль и с ней очень сложно бороться. Так вот, обращайте внимание на вот эту проблему, на которую почти никто никогда не обращает внимания. И в конечном итоге приходится сталкиваться с заменой оконного профиля, либо заказчики начинают, прямо скажу, наезжать на нас, о том, что что-то не так с окнами, поцарапанные стеклопакеты, либо еще что-то. Хотя мы этого не делали и не делаем, нужно на это обращать внимание изначально. Вот, вот такого быть не должно. Если у вас при сдаче квартиры приблизительно такая картина, еще раз покажу, в одну сторону, в другую, то обязательно обратитесь к застройщику, для того, чтобы застройщик все это ликвидировал, вместе с вот этими замечательными наклейками на раме с наружной стороны. Вот такая вот рекомендация. Ну а сейчас пойдем по квартире и посмотрим на состояние дел непосредственно внутри, что же преподнес нам застройщик на данном объекте. Еще раз напомню, это ЖК Теренки от Интервал Буд. Надеюсь, здесь все будет замечательно и в конечном итоге. Мы с вами вместе сделаем одно заключение на тему того, что данный комплекс можно отнести к тому классу, к которому его относится застройщик, а класс здесь задекларируем как класс комфорта. Обычная картина. Пойдем смотреть. Итак, как обычно, мое любимое место для начала обзора квартир. Этот балкон, с него и начнем. Кстати, я уже уточнил о том, что же это за монолитная конструкция. Внизу это паркинг. На сайте застройщика написано о том, что это подземный паркинг. Я так понимаю, что у него будет и небольшая наземная часть. Территория данного комплекса должна быть закрыта. Закрыта от посторонних, от въезда посторонних машин. Ну, посмотрим. Я думаю, в процессе эксплуатации наши заказчики смогут с нами поделиться своими наблюдениями на тему того, так ли это будет оставаться или нет. Кстати, чего еще не сказал о технологии строительства. Утеплителем здесь будет являться минеральная вата. Это классно, это правильно, это хорошо, это комфорт. По технологии строительства, двигаясь дальше, как я говорил вам чуть-чуть раньше, кирпич у нас применяется для того, чтобы выстроить вот эти части балконных перегородок, для того, чтобы придать им дополнительной прочности, чтобы не взначай, не дай бог, кто-то вместе с этим балконом в гнездо и не ушел. Ну и ввиду того, что балкон тоже должен выдерживать определенные нагрузки, у нас здесь есть монолитные вот такие вылеты, а так как оконный профиль это не самый прочный материал во вселенной, то используется кирпич или керамзитоблок, а не газобетон в этих местах. Как-то так, по отделке стен балкона, как мы видим, любимая всеми и всегда декоративная штукатурка барашек. Не знаю, хорошо, что она тут есть или нет, что будет с этой декоративной штукатуркой в конечном итоге тоже пока непонятно. Зачастую мы все это дело перештукатуриваем, перешпаклевываем и выкрашиваем в какой-нибудь очень приятный модный цвет. Идем дальше. По стяжке на балконе. Стяжка на балконе в данном ЖК отсутствует. По ее уровню мы можем увидеть, она соответствует высоте в кирпич определенный слой цементного раствора, то есть около 7 сантиметров. Окна здесь использованы торговой марки Викноленд. Ничего об этих оконных системах особо вам не расскажем, так как мы адептеры ХАО, об этом вы уже, наверное, знаете, если смотрите наши ролики. Что правильно и хорошо, это двухкамерные стеклопакеты. Из квартиры на балкон или наружу должны выходить окна только с двухкамерными минимум, двухкамерными стеклопакетами. Здесь это так. Ну и опять зараженные окна, которые нужно почистить. Не забывайте об этом. Ну а на самом балконе используются окна какой-то другой фирмы, фирмы Лидер. Я так понимаю, что это в любом случае какой-то очень экономичный сегмент. Ну и стеклопакеты здесь использованы однокамерными. Ну и стандартная практика. Зачем тратить деньги и платить больше, если можно и так. Но если вы задумаете присоединить вот эту часть, как жилую, к вот этой зоне, то вот это все добро нужно снимать, выносить, сносить и ставить нормальные окна с нормальными стеклопакетами. Идем дальше. Первое помещение, в которое мы попадаем с вами с балкона, это кухня. Что у нас здесь есть, чего нет. Как это все выглядит. Стандартный прием и стандартный вариант, как для любого вида жилья. Эконом, комфорт, либо даже бизнес-класс. Это металлические радиаторы. Здесь металлические радиаторы установлены какой-то фирмы Джоуль. Турецкая фирма, никогда о ней не слышал. Но, в принципе, глобальной разницы между радиаторами этого класса, этого уровня никакой нет. Главное, чтобы их тепловая мощность была правильно рассчитана застройщиком в процессе установки самих радиаторов в помещение. Кстати, на сайте также была информация о том, что данное жилье, данные квартиры сдаются без чистовой отделки. Это просто замечательно. Единственное, что, в принципе, каким-то образом можно отнести к чистовой отделке. И, кстати, заказчики сказали, что это недоплатчик. Это прерогатива основного застройщика. Это штукатурка. Но, насколько я вижу, здесь все очень криво. И, в принципе, эта штукатурка что есть, что нет. В любом случае, все это дело нужно перештукатуривать, для того, чтобы выводить как плоскостя, так и уровень стен. Но могу отметить, что это поможет сэкономить в какой-то степени на материале, поскольку расход штукатурной смеси будет несколько меньше. Не знаю, насколько камера передает кривизну откосов, но все, скажем так, далеко не активно. Относительно компенсационных швов, так же вам особо ничего не скажу, поскольку штукатурка подходит почти под потолок. Есть там какой-то компенсирующий элемент или нет? Все это у нас заделано таким вот образом раствором и покрыто тайной и мраком. Здесь мы видим вентиляционное отверстие, подвод труб и трубы. Насколько мы успели заметить и отметить, как и в большинстве случаев строят интергал-бут, трубы производителя ТЦ или ТС, разные люди называют их по-разному. Но ничего плохого о них не скажу. Стандартный прием и очень хорошо, что здесь используется шитый полиэтилен, а не ППР, то есть не ПВХ трубы, так называемая пайка. Движемся дальше, смотрим на то, как обстоят дела по стяжке. Демпферка здесь есть, некоторые компенсационные разрывы также имеют место быть. Хотя вот здесь, в месте того-таки разрыва, у нас и происходит растрескивание. Если присмотреться к стяжке, то мы можем увидеть, что трещин здесь на самом деле не такое уж и маленькое количество. Вот еще одна трещина, здесь просто неаккуратно залитая стяжка. Здесь не до конца правильно сделанный технологический разрыв. Движемся дальше, приходится немножко ползком передвигаться по коридору. Вот еще одна большая трещина, которая идет до компенсационных швов. Просто они сделаны неправильно. И еще одно наблюдение, которое можно, скажем так, озвучить, это то, что выдает цвет стяжки. И сразу заметно о том, что на ней немножко решили сэкономить в процессе заливки и использовать немножко не тот песок, который нужно. Песок с большим содержанием глины. От этого стяжка немножко желтит. И ввиду этого произошло определенное пересыхание раствора, ввиду чего и образовали все эти трещины. Страшно это или нет, можно будет увидеть со временем. Но, опять же таки, как говорит прораб от застройщика, швы эти, точнее, все эти трещины образовались уже очень давно. Дальше они никуда не расходятся. Будем верить на слово. По состоянию дел по стяжке, в принципе, можете видеть сами. Идеально я ее не назову. Все здесь хорошо, кроме вот этого момента. И, как и всегда, стараясь быть объективным, скажу, что в стяжке я могу поставить в принципе жирный минус на данный момент. В отличие от всего остального, все остальное вроде как выполнено аккуратненько. Хотелось бы, конечно, посмотреть еще и на состояние стен. Но, как я уже сказал, стены здесь отделаны штукатуркой, поэтому ничего вам о них не скажу. Может быть, будет возможность попасть в данную квартиру, когда еще нет. Вот этой чистовой отделки, тогда поговорим более детально. Но пока картина все та же. Очень видно четкую грань между тем местом, где стена была возведена из монолита и где стена была возведена из газобетона. Люба делает замеры. Сейчас уже делает фоточки. Скоро будем освобождать помещение. Мы со своей миссией справились. Не будем задерживать ни заказчика, ни человека, который предоставил нам доступ к квартире. Ну а здесь самая эпическая картина по стяжке. Также застройщик отремонтировал все это вот таким вот путем. Опять же таки, поверим на слово, что 10 месяцев назад это все было доведено до такого вида и после этого ничего здесь не потрескалось и не произошло. Посмотрим, поживем, увидим. Будем верить. Мы же пока не имеем повода для того, чтобы не доверять. Посмотрим в процессе. Там вы можете увидеть за окном замечательный вид, который открывается на ЖК Кришталеве Джерелла. За Кришталевым и Джереллами находится парк Феофания. Рядом с нами находится дом, который уже является сданным и заселенным. Конечно, на то и все домики будут выглядеть приблизительно одинаково в такой вот расцветке, в такой раскраске и в такой отделке. Ну и сейчас пойдем с вами вниз и еще немножко поговорим о том, что у нас там уже есть, чего нет и что планирует застройщик. Так вот выглядит моб. В данном ЖК еще девственный, нетронутый, временное электроснабжение. Ну а так выглядит лифтовая зона и непосредственно сам лифт, которого пока рассмотреть и разглядеть невозможно, поскольку он защищен от вандализма. Доехали до парадного. Одним глазком взглянем и на него. Все здесь выглядит довольно-таки симпатично. Не знаю, как вам, мне все нравится. Интересная отделка вот такими вот панелями. Красивые цвета. Бирюзовенький один из моих любимых. Класс-класс-класс. Вот такое вот большущее зеркало. Всем еще раз привет. Я выгляжу как-то так. Здесь можно ознакомиться с перечнем квартир, которые находятся на том или ином этаже. Прикольно, что комбинируются разные материалы для того, чтобы оформить само парадное. Есть зеркальные поверхности, покраска, МДФ-панели, плитка. Элементы освещения тоже не самые простые. Здесь люди немножко заморочились. Вот такие вот трек-системы. Ну и еще немножко о парадном. В этой части использованы все те же отделочные материалы, покраски, МДФ-панельки. Это какие-то ящички для коммуникации. Здесь, я так понимаю, будет находиться пожарный гидрант. В общем, все эти панельки находятся не просто так, а скрывают определенные технические элементы. Система дымоудаления тоже очень важная и нужная вещь в наше время, поскольку людей живет много, из всех отвечать не приходится. Общая картина парадного. Сюда, кстати, лучше не выходить. Можно улететь. Здесь еще идут монтажные работы. Все очень аккуратно, красиво. Главное, чтобы люди, которые будут пользоваться всем этим добром, все это не запороли и не довели до того состояния, которое обычно бывает после буквально месяца эксплуатации того или иного жилого комплекса. На полу использован керамогранит. Керамогранит двух форматов, даже трех. Хотя, я думаю, это два формата. И просто порезанная плиточка. Красивое лого интергала. Ну и все та же отделка. Все те же элементы. И вот такие вот споты, которые находятся на потолке, на трек-системах. В общем, классно. Мне нравятся красивые встроенные шкафчики, ящички. Ну и вот такие интересные посадочные места для ожидания. В общем, тут большой палец вверх. Интергал постарался. И классу комфорта, эта парадная, абсолютно такие соответствия. Кстати, еще один элемент отделки. Это декоративная штукатурка. В общем, классненько. Если вам также нравится эта парадная, обязательно поставьте большой пальчик вверх. Ну а мы с вами идем на улицу. Как и обещал, вам выбрались наружу. Тот дом, в котором у нас находится объект, выглядит следующим образом. Это такая махина, многосекционная. По-моему, здесь секций целых пять. Честно, не помню, пять или четыре. По-моему, пять. Вот такая вот громадина. В принципе, в стандартном интергаловском исполнении. Они особо не заморачиваются о том, чтобы менять свои проекты. И планировки, ровно как и сами дома снаружи, у них выглядит во многом одинаково. Хотя здесь они пошли на некоторые исхищрения и решили не выкрасить в тупую все в какой-то один цвет, а сделать вот такие сегментарные выкрасы. Из главных минусов, которые я всегда называю на тех же стройках интергала, то, о чем говорил вам Нивки парк, и о чем еще не успел сказать на парковых озерах, это придомовая территория. Если посмотреть на то, что мы имеем здесь, для вот этих двух домов, один огромный, другой поменьше, это вот такая скудненькая детская зона, детская площадка. Как вы можете увидеть, есть некоторые элементы вот там, некоторые элементы здесь, но здесь это уже не детская площадка, а спортивная площадка для работы со своим весом. Очень мало, и мне кажется, что застройщик, вот этот застройщик, который вот там фигурирует на заднем плане, почему-то недооценивает количество тех детей, которые должны жить в их комплексах и совсем не переживает за демографическую ситуацию в нашей стране, ну и тем более не переживает за родителей, которым элементарно будет некуда вывести своих детей. Это немножко туповато. Я бы сказал, это вообще тупо, потому что, ну, сами видите, очень мало. То есть, если внутри все было довольно-таки красиво, интересно, прикольно и приятно, и мне особо ничего нехорошего, кроме стяжки, сказать не хотелось, то, как для папы, для меня это расстройство, очень мало места для детей. Опять же таки, не буду сильно уж наезжать на данный комплекс по этому поводу, хотя вы сами все видите. По одной простой причине я не знаю, какие площадки будут находиться и как будут обыграны площадя там, где еще не построены дома. То есть, то, что я вам показывал, часть стройки, которая находится за этим домом, ну и еще пару домов, которые здесь будут находиться в ближайшем будущем, может быть, тогда будет целый полигон для выгула детей, назовем это так. Ну, а пока мы вот видим, вот вся детская площадка. Хоть она и сделана прикольно, приятно, здесь симпатично все выглядит, но функционал ее очень маленький, и если сюда впустить 10 детей, им уже будет мало места. А здесь их будет, думаю, не 10 и не 20, человек 50, поэтому будут определенного рода проблемы. Конечно, можно пойти погулять куда-нибудь вот туда, в парк, как я говорил, на ВДНХ. Смотришь так красиво, поворачиваешь голову на 180 градусов, некрасиво. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Это вот эту парковку, бешеный просто, зашквар интергала. Это, помимо того, о чем я говорил чуть-чуть раньше про площадки, отсутствие нормальных паркомест во дворах. Хоть здесь и будет закрытый паркинг, в любом случае он не будет обслуживать нужды 2000 квартир. И вот эти все машины, как были здесь, так и будут. То есть, площадки для отдыха, детская площадка, все заставлено автомобилями. Это какой-то трешняк. Короче говоря, на ошибках никто не учится. Я стою у шлагбаума, у самого въезда в данный ЖК, ЖК Теремки, и выглядит все эпически массивно. Если этот домик выглядит так же, как некоторые дома на парковых озерах и в ЖК Нивки парк, то вот таких домов от интергала я еще не встречал. Если знаете ЖК, в которых есть подобного рода махины от интергала, обязательно напишите это под видео. А, кстати, ЖК Яскравый. Вот там, наверное, похожая картина. Тот же интергал, те же дома, те же планировки, те же проблемы. Короче говоря, почему-то застройщики не делают выводов абсолютно из своих предыдущих ошибок, а наступают на одни и те же грабли по 150 раз. Как-то вот получается в этом видео, что сильно много я начал наезжать на данного застройщика, но это мое внутреннее ощущение всех дел и проблем, и в дальнейшем я, наверное, буду больше акцентировать внимание на каких-то мелочах, когда буду находиться в том или ином ЖК от того или иного застройщика. Ну, а вот та дорога, о которой я вам говорил, где можно сесть на маршруточку и поехать до метро. Метро в ту сторону, Теремки, Ипподром, ВДНХ. Ну, а вот и сама остановка, о которой я говорил, я так понимаю, что я тоже проспонсировал данный застройщик, так как все в его баннерах. Радует наличие вот такой велодорожки, которая идет откуда-то оттуда, куда-то вот туда. Еще одна маленькая штука и деталь, которая меня озадачила в данном комплексе, это наличие какого-то вот такого админздания, который находится прямо во дворе и портит прям весь вид, который только может быть в данном комплексе, хотя он и так не особо-то суперкрасивый. Но вот это здесь явно лишнее. Почему застройщик не договорился, непонятно. Хотя, может, и договорился, я чего-то не знаю. И в дальнейшем это здание модифицирует, и оно будет под стать всему комплексу, такое красивое, в тех же цветах, и там будут находиться какие-то магазины и что-то подобное. Пока территория вокруг довольно-таки в плохом состоянии, поскольку ведутся работы, это неудивительно. Когда все закончится, я думаю, все это дело приведут в порядок, будет красиво, вот такая брусчаточка. В общем, с этим, думаю, проблем не возникнет. Здесь рядом находится клуб верховой езды, также где-то неподалеку находится Дюсеша, в которую можно отвезти своих детей, для того, чтобы им было чем позаниматься. Ну и видно стройку, которую мы с вами видели из окон данного комплекса, с нашего объекта, с другой стороны. Краны работают, дома растут. В общем, все как всегда, все чудесно и замечательно. Продолжаем экскурсию по комплексу, ну и еще раз насладимся чуть-чуть его грандиозными размерами, и панорамкой вот этих домов. В целом, довольно-таки зеленая зона, и это спасает данную местность из отделки фасадов, то, о чем я говорил. Основной элемент, это декоративная штукатурка барашек, которая выкрашена в несколько цветов, бирюзовый, желтый, коричневый, кофейный. Стандартный прием от данного застройщика, это вот такие керамогранитные плиты, которые используются для отделки первых этажей, для отделки коммерческих этажей, ну, это понятная штука, понятный ход с точки зрения эксплуатационных моментов. Выглядит этот нормально, уместно, практично, в общем, имеет место на жизнь. Такой же прием они используют и в других своих ЖК. По тротуарочке, по всему остальному, все выполнено аккуратно, зелень только начинает прорастать, следовательно, через несколько лет здесь все должно быть красиво. Повторю еще раз одну негативную штуку, на которой акцентировал очень большое количество внимания на Невки парк. Непосредственное наличие дороги рядом с детской площадкой, с детской зоной, без каких-либо заборчиков. Это очень странно и страшно, поскольку даже самый ответственный родитель, в принципе, на секунду отвернувшись, может не доглядеть за своим чадом и столкнуться с определенными проблемами. Ввиду того, что многие автомобилисты почему-то в нашей стране даже по дворам ездят не со скоростью 10 км в час, как это положено, ну или 20, не помню сколько точно, а там 60, 50 и... В общем, вот такая близость, это плохо. Пойдем прогуляемся к тому домику, который уже заселен. Кстати, у Интергала, опять же таки, во всех комплексах трансформаторы выглядят именно вот таким образом. За это им респект. Почему-то здесь они думают о жильцах и в первую очередь о детях, которым должно быть приятно смотреть на такие радужные и красивые трансформаторы, а о детских площадках не думают. Очень странно. Также из того, что на данный момент предлагается у всех ЖК от Интергалбут, это вот такие велики на прокат. К сожалению, в нашей стране все хотят срубить бабла и побольше, поэтому пока это ну совсем не ликвид и использовать данные велики не очень круто, потому что очень дорого. Если взять себе на денечек, на сутки покататься, то можно влететь в довольно-таки большую сумму. Вот тот заселенный дом, в нем уже находится продуктовый магазин КОЛУ. Это тоже именно те магазины, которые находятся буквально в каждом ЖК данного застройщика. Наверное, и у них есть какие-то партнерские отношения. Да по-любому есть, но это и неплохо. Главное, что данные магазины есть. И, кстати, я так понял, сегодня у полуоткрытие, там играет музычка, стоит колонка. Видите, как удачно мы с вами попали. То есть тут только-только тоже начала буять жизнь. По инфраструктуре школы, садики есть где-то ближе к самому жилмассиву Теремки. В пешей доступности добраться куда-то не так просто, как хотелось бы. Это является определенным минусом, но все же если прогуляться думаю так минут двадцать, то можно дойти до каких-то объектов социальной инфраструктуры. По другим объектам социальной инфраструктуры молы, молы и всякая развлекуха. Ближайший отсюда мол это республика, которая как всегда стоит и непонятно когда она вообще сдастся и начнет активную фазу работы. Следующим поблизости наверное является такие молы как лавина и в другую сторону в центр это оушен плаза. До оушен плаза будет добраться довольно таки напряжно как и до лавины потому что что в ту сторону что в ту сторону всегда куча пробок. Я ставил себя на мысли о том, что есть еще третья сторона в которой также находятся большие молы это арт мол и еще там какой-то не помню как он называется так вот туда можно думаю добраться с большей легкостью если ехать по одесской трассе если ехать в сторону выдубичей туда пробок обычно нет поэтому туда можно добраться и скупиться сходить в кино вот такой маленький лайфхак и рекомендация хотите где-то отдохнуть едьте вот в ту сторону сейчас наверное пришло время для того чтобы делать какие-то свои умные заключения относительно данного комплекса относится ли он к классу комфорт в моем понимании или нет и вот тут у меня впервые впервые случилась определенная проблема диссонанса поскольку каких-то явных критических штук я здесь не нашел внутри все сделано довольно-таки хорошо технологии соблюдены снаружи вроде как каких-то прям изъянов особо тоже нет но есть вот несколько таких якорей которые тянут мое мнение вниз и поэтому я наверное закончу первый выпуск не каким-то конкретным решением которое пришло мне в голову и конкретным ответом а с вопросом к вам дорогие зрители о том как вы считаете достоин ли этот комплекс называться классом комфорт или у вас другое мнение на этот счет может быть класс выше а может быть класс ниже я честно растерялся и не знаю какой вердикт сказать вам от себя вот поэтому обязательно пишите в комментариях ну а с вами как всегда был Кевшин Александр вы находитесь на канале Good Idea ставьте большие пальчики вверх обязательно подпишитесь на канал если еще не сделали этого всем солнечного настроения и до скорых встреч по-настоящему по-настоящему пока